приветствую всех друзья мои с вами базилио канал фрешлайф 28 и сегодня давайте рассмотрим один секрет благодаря которому любой начинающий атлет может раза этак в два увеличить свой прогресс на протяжении года поехали что же друзья мои сегодняшний ролик будет посвящен вопросу как же тренироваться самостоятельно или с напарником как его выбрать и почему это настолько сильно влияет и так давайте разбираться не секрет что в большинстве случаев люди ходят тренироваться и ищут себе напарник для того чтобы подстраховать еще чего-то еще чего-то и у одних получается а у других наоборот становится все хуже и хуже в чем же секрет давайте разбираться но для начала я сразу же для тех кто любит забегать вперед скажу что при правильном выборе для начинающего атлета особенно для начинающего атлета тренировка с напарником приведет к тому что в течение года вы оба улучшите свои показатели раза в два по сравнению с тем если бы вы тренировались поодиночке почему так происходит итак поехали свое время был проведен эксперимент взяли две строительные бригады одну бригаду заставили работать автору и заставили смотреть на то как работают другие в результате всего стали замерять некие условные показатели которые определяют скорость обменных процессов в организме у первой бригады ну как-то частота пульса давление потребления кислорода еще чего-то еще чего тут косвенным образом и выяснили что если условно взять увеличение при физической работе которой занималась бригада строителей вот этих самых показателей за сто процентов то у тех кто просто наблюдал эти показатели выросли на 20 процентов почему они же всего лишь просто наблюдали дальше эксперимент усложнили взяли бригаду которая уже сработалась разделили ее на две части и повторили эксперимент заставили одну половину работать а второй наблюдать и поскольку это были сработавшиеся люди которые уже знакомы были знали друг друга ну вот и могли вместе работать в парах выяснилось что у наблюдателей этот же самый параметр подскочил не на 20 а на 40 процентов и так причина в этом так называемые зеркальные нейроны открыты они были благодаря исследованию одним итальянским ученым простите меня мозгов макак совершенно случайно как и очень часто и вы можете прочитать о них в книгах господина курпатого доктора курпатого которых я очень часто вам рассказываю все дело в том что кстати на моем сайте появился раздел кто еще не знает с литературой которую я рекомендую к прочтению вместе с ссылками либо на бесплатное скачивание если она не издается либо на известный интернет магазин где есть доставка по всем странам вот здесь можете посмотреть это к вопросу о книгах курпатого но не суть дела а суть о зеркальных нейронов что это такое зеркальные нейроны это такая функциональная единица нашего мозга которая позволяет нам примерять на себя когда мы смотрим на какие-либо действия примерять на себя на свою шкуру вот эти самые действия и думать каково было бы если бы мы делали все то же самое именно таким образом человек непосредственно оценивает оценивает намерение другого человека да так работают зеркальные нейроны именно поэтому допустим когда мы встречаемся с такой болезнью как аутизм человек больной аутизмом не в состоянии воспринимать другого человека он не эмпатичен он не чувствует ему эмоции он не чувствует его намерений почему потому что у него не работают зеркальные нейроны это одна из черт аутизма как такового да так вот когда мы работаем непосредственно в паре с напарником когда мы наблюдаем как он работает как он жмет а он наблюдает за нами это автоматически повышает активность нашего мозга передачу нервного импульса через синаптическую щель посредством нейромедиатор а поскольку все у нас зависит от нейро мышечной связи я неоднократно говорил это в своих видео посмотрите пожалуйста вот этот очень старенький ролик поскольку все это зависит это разумеется приводит к тому что мы прогрессируем и прогрессируем быстрее чем если бы мы не тренировались с напарником а отсюда у нас правило номер один и правило номер один гласит такое что вы должны выбрать себе напарника человека с которым вам будет приятно работать вспомните вторую часть эксперимента непосредственно с той бригадой которую разделили которая раньше друг друга знала то есть это должен быть не левый человек или если это незнакомый человек вы должны с ним подружиться и быть на одной волне что называется тогда эффективность тренировок значительно возрастает что еще давайте подвинемся еще чуть-чуть вперед значит вспомним другой эксперимент взяли две группы студентов и одной и той же группы совершенно разношерстной подготовки где были сильные ученики студенты и слабые студенты были выданы определенные задания этот эксперимент проводился в течение месяца но в первой группе всех ориентировали и ориентировка сложности заданий была непосредственно на самых сильных студентов а во второй группе на самых слабых и что у нас выяснилось выяснилось что в той группе в которой была ориентировка на самых сильных студентов от них отплясывали да то есть на них ориентировались преподаватели когда выдавали задания вся группа в целом с прогрессировала гораздо лучше чем та группа в которой все отплясывали от самых слабых надо отдать должное что несмотря на это в более слабой группы больше травили анекдоты, более душевная компания была, но результатом был значительно хуже. Это вовсе не означает, что в первой группе из-за соревновательного эффекта, о котором мы сейчас говорим, все обязательно ругались. Нет. Просто результат был, несмотря на отсутствие руганий там, и может быть отсутствие травли анекдотов, результат был гораздо лучше в той группе, в которой ориентировались все на более сильного и подготовленного человека. Отсюда правило выбора напарника таково. Ваш напарник должен быть примерно вашего уровня подготовки или чуть-чуть выше. Не много выше, а чуть-чуть выше. Почему так происходит? Ну, как вы догадались, если этот человек совершенный разгильдяй, который не хочет тренироваться, вы его таскаете, то вы будете тащить его наверх. А он вас тащить наверх не будет. Вы не будете соревноваться, потому что вы явно сильнее его, и вы будете работать спустя рукава. Однако, если же вы выберете себе в напарнике человека, который наголову выше вас, в каждом отдельном взятом упражнении, в каждом жиме лежа, в каждом приседе или подъеме гантелей или штанге на бицепс, вы прекрасно будете понимать, что вам его не сделать в этот раз, но никак. И ваша мотивация, хотя я очень не люблю это слово, ваша ментальная организация, она будет падать. Отсюда правило номер два. Уровень подготовки вашего напарника должен быть такой же, как у вас, или чуть-чуть выше, не более. Все ли или еще не все? Еще не все, ребята. Давайте мы с вами проведем вот такой эксперимент, хотя бы даже мысленный. Я думаю, что многие из вас его делали. Предположим, вы берете 32-килограммовую гирю. Я думаю, что вы не суператлет для того, чтобы выдержать этот тест. И начинаете медленно на одной руке вот эту гирю вот так вот опускать на бицепсе. Поначалу, пока угол градусов 15, вроде ничего, но чем больше вы опускаете руку, чем больше вы опускаете руку, ее не поддерживаете, тем сложнее вам держать эту гирю. И вот, наконец, когда вы уже почти-почти полностью в этом месте, полностью ее опустили, вдруг рука резко расслабляется, и гиря выпадает. Почему так происходит? Откуда произошло вот это резкое расслабление? Зачем оно природе нужно? Причиной этому является так называемый аппарат Гольджи. Значит, что это такое? Это аппарат, который непосредственно определяет критические нагрузки сухожилий и связок. И для того, чтобы предотвратить при сверх критических нагрузках отрыв сухожилий, отрыв мышцы от сухожилий, он напрочь вмешивается в работу мотонейронов. Вспомните, пожалуйста, нейромышечный ролик связи, о котором я только что сказал, обязательно его пересмотрите. То есть, как у нас происходит иннервация, сигнал коры головного мозга, божечок, мотонейрон, по мотонейрону до трансмиттеров передается нервный импульс. Чем больше у нас мощнее проходит этот нервный импульс, тем больше у нас сократительных элементов рекрутируется, тем мощнее у нас сокращаются мышцы. Так вот, чтобы не было критических сверх сокращений, которые приведут к тому, что мышца может просто оторваться от сухожилия, да, или сухожилия лопнут. Существует вот этот самый аппарат Гольджи, он достаточно сложный, если в него вникать, но суть заключается в следующем, суть заключается в следующем, что этот самый аппарат при критических нагрузках отключает деятельность мотонейрона и мышца резко расслабляется. Происходит это как раз для того, чтобы предотвратить травматизм. Это природный механизм. С одной стороны, эта штука очень-очень хорошая, да, то есть она позволяет нам не травмироваться, да, но с другой стороны, эта штука тоже нуждается в тренировке, потому что она не знает, а насколько большой вес мы можем поднять. И очень часто она перестраховывается. И именно этот процесс тренировки аппарата Гольджи, он происходит, когда мы берем критические веса все больше, все больше, все больше, а он как бы учится, этот аппарат, и понимает, что ну в принципе ничего, выдерживаем. Мы и сейчас выдерживаем, мы и сейчас выдерживаем. К слову сказать, вы наверняка слышали очень много историй о том, как люди отодвигали автомобили, когда под них попадал их близкий человек, да, о том, как люди там перемахивали через двухметровый забор со старта, да, таким образом могли оттолкнуться от земли, когда за ними шла погоня, да. Почему так происходило? Это как раз тот случай, когда в критической ситуации мозг отключает механизм контролирования, вот это вот защитный механизм аппарата Гольджи. И мозг считает так, что, ребята, лучше уж у нас оторвутся мышцы от сухожилия, чем нас разорвется близубый тигр, который за нами гонится, хотя там может быть всего лишь дворник с лопатой быть. Но тем не менее, если страх велик, если стресс велик, мозг отрубает аппарат Гольджи, и человек способен на чудовищные, совершенно невообразимые для человеческого организма подвиги. Очень часто с последствиями, но тем не менее он выполняет свою задачу, остается жив или спасает там свое потомство, да, когда посредственно может отодвинуть даже автомобиль. И такие случаи тоже были. Ну, нам, разумеется, такой метод не нужен. На самом деле, на будущее я скажу, что статические упражнения с субкритическими весами – это самый лучший способ тренировать аппарат Гольджи, но для нас он, как для начинающих, повторяю, что канал Fresh Life 28 – это канал для начинающих. Для нас он не так важен. А вот тот факт, что тренировка аппарата Гольджи и повышение весов идут тем лучше и тем быстрее, если вы тренируетесь с напарником ЧС без него – это неоспоримый факт. И причина здесь, опять-таки, тот факт, что вы наблюдаете, как ваш напарник жмет, предположим, уже 110, а вы жмете всего лишь стошку. И вы больше не боитесь этого веса, потому что вы прекрасно понимаете, что вы вместе тренируетесь, у вас примерно один и тот же уровень подготовки, вы вместе вот уже год ходите в этот спортзал или полгода там. Ну, если он-то пожал, значит, ну и я пожму. И все, мозг дает контроль непосредственно аппарату Гольджи на то, что 110 – это вес, который мы можем поднять. И вы его поднимаете. Потому что сверх, конечно, критичный вес он вам не даст поднять, но и искусственно слишком перестраховаться, он тоже не даст. Не даст именно вот этот опыт работы непосредственно с вашим напарником. Вот такие вот, на самом деле, у нас три причины, по которым мы можем, используя которые, мы можем улучшить в течение года наши показатели при тренировках, а если мы будем тренироваться с напарником. Первое – это принцип вовлеченности. Вспоминаем опыт с двумя бригадами строителей. И зеркальные нейроны. Зеркальные нейроны, которые непосредственно влияют непосредственно на то, что мы видим, как кто-то выполняет это упражнение рядом с нами. Дальше мы выполняем это сами. И у нас гораздо быстрее прогрессирует нейромышечная связь. И все обменные процессы. Соответственно, синтез аденозин-3 фосфата и так далее. Второе – принцип соревнования. Мы все очень любим соревноваться. И если рядом с нами мы ориентируемся на человека, который такой же, как мы, или чуть-чуть сильнее, чем мы, мы инстинктивно хотим пожать чуть-чуть больше. Мы больше мотивированы. Хотя я не люблю это слово. Мы более организованы. И прогресс идет также больше. И, наконец, третья причина – это то, когда мы наблюдаем, как наш напарник, с которым мы день ото дня тренируемся вместе, он такой же, как мы, жмет какой-то определенный вес. Наш мозг, который непосредственно дает аппарату Гольджи контролировать критические усилия и критические веса, он постоянно-постоянно обучается и приучает нас к тому, что, приучает наш организм к тому, что есть веса, которые ничего страшного, вот он взял, и мы возьмем. И от этого наш прогресс точно так же будет прогрессировать. Итак, краткое резюме. Тренироваться с напарником гораздо лучше, чем тренироваться самому. При этом условий должны быть два. Ваш напарник должен быть вашим хорошим приятелем, то есть человеком, который вам симпатичен, с которым вы будете на одной волне. Раз. И второе. Уровень подготовки вашего напарника должен быть такой же, как у вас, или чуть-чуть выше. Собственно говоря, вот такой вот нехитрый секрет. Что ж, друзья мои, с вами был Базилио, канал Фрешлайф 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь с понедельника. На сегодня это все. Всем пока-пока.